Данила, ну расскажи, расскажи, это ты сам, что ли, пёк, да? Ну да, ну с мамой вдвоём, оба. На счёт три, я считаю, один с половиной, два с половиной, три с половиной. И что? Можно есть? Всё, есть! Ммм, это вкусно! Да, ну да, так вкусно! А как так вкусно, Вы, расскажи? Посмотри, в какой упаковочке Даня принёс. Ну да, Даня в таком пакете. Это нам подарки свалили? Подарок, да. Ты специально готова? Даня пришёл с Ниной прощаться, Нина завтра улетает. Ты будешь скучать? Угу. Будешь мне звонить по WhatsApp? Окей. А Валя когда? А Валя с тобой остаётся. Я пока не уеду. Будешь мне присылать по WhatsApp когтинки? Да. Мы теперь с Даней дружим на WhatsApp. Так что... Даня, а ты видел, как я-то упала? У меня какая нога? Валя, теперь нога? Ты можешь постучать вот здесь. А это что такое? А это что такое? Это гипс. Ну это полоска, а вот тут вот твёрдая, потрогай. Чтобы ножка не двигалась. Видишь, как? Видишь, сломала ножку. Сломала ножку. Бедная Валя. Бедная, бедная. Давай, Даня, вытягивай любую конфетку и читай желание. Бери. Открывай аккуратно, не корми только. Там на обратной стороне написано. Аккуратненько. И сам почитаешь, или Нина тебе почитает? Водя. Ну хорошо. А то медленно так. Ну хорошо. Ты можешь медленно. На маячки. Давай. Так, ну-ка. Даня, слушай. Важно не то, что у тебя есть, а те, кто тебя окружает. О-о-о-о. Мы же тебя окружаем. Потому что мы тебя любим. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Под нами внизу, простите меня. А потом о любви и говори до утра. Это юность моя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 поеду. Я уже теперь перестала бояться на него наступать. В нем, кстати, можно очень хорошо наступать. Вообще, без всякого. Я же боялась, думала, что у меня перелом. Но сейчас, когда мне сказали, что уже практически там ничего нету, так что Нинуля сегодня уезжает. Вот это грустно, конечно. Ну, грустно. Но самое приятное, что здоровье у тебя на поправку вдруг пошло резко. Ну вот, мы опять в аэропорту города Хабаровска. Красивый аэропорт Хабаровска. Так жалко уезжать. Я уже плачу, не могу. Привык. Ветер дует. Сейчас передумай. Останется. Ну вот сейчас очень много времени у нас до вылета, и поэтому есть возможность показать аэропорт Хабаровский. А какой красивый. Новый. Я сама-то его толком не рассматривала никогда. А это как будто волны Амура сверху. Кстати, да. Вот тут они, конечно, делали прямо прелесть. И лифт вон. Можно все прокатиться наверх. А нам, может, и надо наверх? Пойдем. А мы можем просто прокатиться. У нас до вылета почти три часа. Да? Да. Сейчас одиннадцать, а у нас без пятнадцати два. Да? Да. Так сейчас пойдем в кафушечку, бы, да, не посидим. Выходы на посадку у нас на втором этаже. Мы уже распечатали посадочный талон самостоятельно. Путешественник. Ой. Так. Тут вон кафушки какие-то. Да, здесь, кстати, как уютненько. Ну, пойдем на третий. Посмотрим, что там. А потом вернемся. Вот сейчас еще покажем вам аэропорт сверху. Вот так. Небольшой, но очень уютненький такой аэропорт. Светлый такой. Вот смотрите в эту сторону. Вот такой аэропорт города Хабаровска. Решили посидеть кафушечке? Да нет, вот так посидим. У Нины вид хороший. Ты давай, любуйся. А я буду на тебя любоваться. Да, пересели за другой столик. Тут у нас вот такой вид на аэропорт. Просто красота. Голуби. Посидим, попьем через голову. Такая красота. Реченничек. Ну, все. Ну, в общем, прощальное. Все, не нуля. Прощаемся. Счастливого полета. Да, я надеюсь, что все сложится. Все пересадки будут удачные. Я уже по 7-го уже в Санкт-Петербурге. Спасибо Валюше и Хабаровску за теплый прием. И я уезжаю очень довольная. То есть, мне очень понравилось, конечно. Я под таким впечатлением. Уже хочется. Я еще не уехала, а мне уже хочется вернуться. Это хорошо. Остаться хочется. Тебя здесь всегда ждут. Да, если бы мне не надо было уже домой, я бы, конечно, тут бы пожила еще. Здесь очень круто. Ну, я надеюсь, что, может, я, конечно, еще в Хабаровске когда-нибудь побываю. Конечно. Я буду мечтать об этом, да. Ну, конечно, к Валюше просто я никогда бы не приехала к Валюше. Я хочу тебе поблагодарить за помощь, за поддержку, за все. Ну, я это все в удовольствие было. Если кто-то сомневается, ремонт это в удовольствие. Так что не думайте. Получали кайф от города. Да, получали опыт, кайф, развлекались. Это просто мы так развлекались. Ну, все, счастливого пути. И были счастливого пути. Спасибо. Я улетаю. Пока. Ну, что, будем пробовать снимать гипс. Неудобно мне это делать одной рукой. Нинуля уехала сегодня в Питер. Я ее проводила в аэропорт только что. Можно его просто разрезать. Видите, вот это гипс. Это как бы шина такая. Вот на ноге. То есть, отрезается и все. Можно попробовать ее просто развязать. И размотать. И размотать. У меня все эти дни не столько болело то место, которое я сломала. или растянула, а вот этот сам гипс, а вот этот сам гипс. Ой, господи. Ох, это избавление. Это такой кайф. Ура. Та-дам. Свобода. 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 Вон какая нога. Вся в гипсе. Вот здесь было очень больно. Вот эти вот острые края кололи. Вот какие они острючие прямо. Вот здесь было больно по краю. И вот это вот то место. Оно, смотрите, какое синее. Сейчас я ногу помою. В общем, не знаю, как показать. Очень неудобно. Ну, вот это место, видите, оно все у меня посиневшее. И с этой стороны тоже. Вот здесь вот слегка посинение. Вот эта вот косточка очень болела из-за гипса. Гипс давил. Было очень неудобно. И вот такой я купила бинт. Медицинский, эластичный, высокой растяжимости. То есть сейчас вместо этого ужасного гипса я просто забинтую туго ногу вот этим бинтом. Ну, и вот посмотрите, пожалуйста, какая получилась красота. Очень удобно. Классный бинт. Так вот он здесь закрылся и держит очень хорошо ногу. Она прямо, прямо, можно было и тут же затянуть. Я просто не стала, боялась передавить. Ногу не хотела. Но вот даже так оно держит очень хорошо. Дохромала до магазина Спортмастер. Чтобы померить пуховички, наступает зима. Становится уже холодно. Вот что я набрала. Вот этот пуховичок, который Нина хочет купить. Просто сейчас для нее его померю. Он, кстати, не толстый. Толще, чем вот тот сиеневый розовый. Тоже, кстати, очень комфортный. Вот такой огромный капюшон. Который можно делать вот этим. Вот так вот. Довольно неплохо, кстати, лежит. А зато вот этот пуховичок, который мы тогда с Ниной мерили. 46 размера нет. Только 48. И он мне просто, ну, громадный. Это что-то. Даже в теплой кофте он очень-очень небольшой. На сайте у них такие же еще синего цвета пуховички есть. Но в наличии их нет. Вот он под заказ. Хотела еще синенький померить. Потому что для нашей погоды, наверное, все-таки этот цвет сильно светлый. Будет очень маркий. Хотя он мне так прекрасно подходит под кроссовки. Это что-то. Он довольно длинный, кстати. Ой. Ну, вот курточка Оверди 48 размера. Ну, классно. Не знаю, как вам. Мне очень нравится. Понятно, что, наверное, длинный пуховик для хабаровской зимы был бы лучше. Зато голова у меня уже точно не замерзнет. Я вот сейчас даже не слышу, что я говорю. У меня все глухо, как в танке. Тут вот этот капюшон. Он просто теплющий. Надо будет купить, кстати. Такие штаны есть спортивные. Толстые. Какие-нибудь темно-синие. В Эйчиндере, по-моему, типа таких продавались. Вообще красота. Неправильно назвала марку вот этого пуховичка. Это Авентура у нас. И вот есть такие же пальтишки. Тоже тоненькие. И, кстати, вообще классные. Но только два размера. 44-й остался и 50-й какой-то. Ну и цвет этот мне не очень подходит. Вот еще какое пальто. Оно не пуховик. Оно просто типа моей курточки пушистой. Не только тут счет с подстежкой. Мне нравится. Ну, вариант не зимний, мне кажется. И мне не нравятся вот эти коричневого цвета штучки. Были бы они все вот такие серые. А так прикольные. А так прикольные. Но зато она у меня налазит. Прямо вот на эту мою North Face-овскую курточку. То есть это вообще никакой зимой в таком варианте не замерз. Есть еще вот такие пальтишки. Коламбия. Тоже, кстати, толстая. С капюшоном. Это вообще длинное такое. Но цветов нету. Цвет вот такой вот какой-то коричнево-бордовый. Вот еще напоследок решила беленькую коламбию померить. Она без капюшона. Поэтому надо либо шапку потеплее, либо вот так какой-то толстовки капюшон одевать. Снизу можно... А нет, нельзя здесь подтянуть. Я думала, можно. Белая, конечно, вообще не вариант для такой погоды. Лично будет грязная для зимы. Но если я ничего не найду, то в принципе вариантов много. Купить не проблема. За 7-8 тысяч.